Привет! Давайте поговорим сегодня о кофейном жуке-бурильщике, о кофе Berry Borer. Это такой маленький жучок, который проникает как можно ближе к зерну, к эндосперму, он на него охотится и начинает просверливать дырки в зерне, просверливает такие туннельчики, даже не дырки, а туннели, пролезает в эти туннели и откладывает там свое потомство. Популяция жука-бурильщика растет экспоненциально, крайне быстро, он размножается очень быстро и с большой скоростью и представляет собой огромную угрозу для производства кофе в Центральной Америке сегодня. Почему? Дело в том, что раньше, например, вот здесь, в кофе Adversa, на высоте порядка 1300 метров над уровнем моря, кофейного жука-бурильщика практически не было. Сейчас он начинает потихоньку сюда проникать. Почему? Потому что меняется климат, очевидно, в результате глобального потепления здесь становится теплее и среда начинает благоприятствовать распространению популяции жука-бурильщика. Как это происходит? Фермер зачастую производит ягоду и продает дальше ягоду на станцию обработки. На станции обработки в настоящий момент жесткого контроля по приемке ягод с точки зрения их пораженности жуком-бурильщиком нет. Кроме того, это крайне непросто отличить по самой ягоде. Соответственно, фермер не получает никаких вычетов за то, что он поставляет ягоды с зернами, пораженными жуком-бурильщиком. Раз он не получает вычетов, то у него нет никакой мотивации следить за тем, чтобы жука-бурильщика не было. И жук-бурильщик спокойно размножается сейчас. Конечно, бороться с ним надо именно в этот момент, когда его популяция еще достаточно слаба. Но через два-три-четыре-пять лет есть риск того, что популяция бурильщика сильно вырастет. И тогда он станет серьезной проблемой для производства кофе в этой стране, а возможно, что и в этом регионе. Борьба с бурильщиком носит достаточно непростой характер с точки зрения расходов. Во-первых, нужно купить инсектициды. Во-вторых, нужно заплатить людям, которые займутся распылением инсектицидов. В-третьих, пострадает качество кофе и часть ягод будет отбракована на станции обработки. То есть, конечной продукции будет меньше. Наконец, в-четвертых, уже на этапе сортировки зеленого кофе, просмотра его на предмет удаления дефектов, необходимо будет потратить дополнительные усилия по удалению зерен, частично пораженных насекомыми. Это потребует как дополнительной оплаты за сортировку, так и повлечет за собой увеличение числа отбракованных зерен. Одним словом, жук-бурильщик достаточно опасен. И есть вероятность того, что мы начнем о нем слышать больше, чем мы слышим сейчас, уже в достаточно близкой к сегодняшнему дню перспективе.